привет друзья сегодня готовим сочный нежный вкусный азербайджанский шашлык на мангале из рыбы изюминка этого шашлыка конечно маринад он настолько необычен что непременно вас заинтересует приятного просмотра вам начинаем начнем с маринада для его приготовления требуется время чтоб маринад настоялся стал мягким и нежным состав маринада войдут ржаной свежий хлеб яйцо молоко лимоны свежая зелень базилик ну его немножко соль перец нарезаем хлебушек тонкими кусочками форма нам не важно мы его будем замачивать в молоке нарезанный хлеб разместим гостроемкости подходящего размера хлебушка я использую две булочки сейчас посмотрю сколько войдет зальем хлебные кусочки свежим молоком такой вариант хлебного маринада даст кусочкам рыбе на шашлыке дух хлеба аромат а молочко сделает мясо рыбы нежным сочным оставим на время пусть впитывает молочко хлеб мы будем время от времени перемешивать делать однородную кашицу для шашлыка я выбрал рыбу под названием толстолобик на 9 килограмм упитанный с наших краснодарских водоемов его преимущество для шашлыка сочное жирное мясо минимум мелких костей что мало важно для шашлыка взбиваю чешую и дальше смотрим толстолобика взбил чешую это легко и выпотрошил следующее удаляем хвост и голову эти запчасти пойдут на сладкую и жирную уху начнем с хвоста голову под углом под перышком подрезаем с двух сторон нож держим под углом перевернем и подрежем конечно головы тут много зато уха будет заливная вкусная так срежем и брюшкой она жирная до шашлыка нам не пойдет а замариновать пожарить уху сварить заливное самый раз срежем все перышки стушки вот так тушка подготовлена можно делить ее на стейки для начала разметим какие мы будем делать стейки старайтесь сделать не маленький чтоб рыба не пересыхала и последний этап разделки деление филе на две части с отделением хребтовой кости мне на улице 30 градусов делаю все быстро мясо все равно он какой надо думать как удержать его на шампуре она свежая еще сочная живое вот у нас должны получиться кусочки одна мякоть для начала все кусочки хорошо посолим каждый кусочек вы знаете что мясной шашлык солят перед жаркой а а вот рыбный солят до жарки делаю для чего это чтоб соль вытянула с рыбы лишнюю влагу и кусочек стал плотнее и легко держался на шампуре тем более у меня сейчас температура плюс 30 как я говорил соль у меня адыгейская с различными приправками ароматными поэтому она такая темная продолжим заниматься маринадом посмотрите как хлебушек впитал молочко нам остается только его размять хорошо чтоб все кусочки хлеба растворились в молочке не было крупных кусочков лимон я не буду добавлять потому что то здесь молоко она свернется добавлю другие специи такие же ароматные добавляем в маринад из хлеба и молока 7 сырых яичек вот это маринад вкуснота рыба будет нежная как творог и все хорошо перемешиваем перемешиваем до однородной массы поэтому и необычный маринад необычные ингредиенты рыба будет таять во рту дальше заправляем маринад солью ну здесь по вкусу черным перцем у меня горошек через мельницу черный хорошую порцию ну не как на мясо можно немножко меньше кто как относится к перцу и мне не нравится цвет маринада сильно такой не не яркий не привлекательный я добавлю столовую ложку паприки и рыбка будет красивая готовая и маринад красивый паприка не имеет своих ярких вкусов ароматов а вот цвет дает блюду хорошим этим и воспользуемся столовую ложку паприки украсим наше блюдо на другой цвет хорошо перемешаем маринад будет поярче покрасивее поаппетитнее добавлю я в маринад и домашней не острой аджики здесь и кислинка так необходимая кусочком рыбы и ароматы помидоров и немножко красивее будет аджики добавлю грамм 600 будет достаточно рыбки у меня много вот поярче стал наш маринад покрасивее по вкусней в рыбный шашлык не рекомендуется вводить специи с ярко выраженным ароматом чтобы не перебивать запах рыбы я например для маринада выбрал листочки базилика будет легенький аромат на рыбе и будет вот так просто листочки оборву и в маринад как пахнет а готовым маринадом необычным нашим хлебным заливаем порционные кусочки рыбы покрываем полностью рыбку чтоб она ее пропитала взяла хлебный дух кусочки были нежные маринад рыбу в маринаде оставим часа на два для рыбки этого вполне будет хватать рыба маринуется очень быстро как бы нам чтоб снизу еще маринад попал как вам нравится маринад необычно да но должно быть аппетитно вкусно шашлык мой замариновался время прошло два часа нанизываем его на шампура покажу как кусочки хорошие желательно убирать лишние твердые частицы маринада и нанизывать вот так по всему по всей длине шампура вот такая красота у меня получилось 7 шампуров где поплотнее одел где посвободнее чтоб за один раз пожарить идем жарить укладываем шампура на мангал угли у меня горячие рыбка сразу прихватиться но я приподнял решетку чтоб не горела сразу а постепенно и переворачивая крутим крутим до готовности рыбки приготовление шашлыка главное не пересушить продукт вовремя перевернуть рыбку чтоб не пригорела рыбка это быстро пригорает регулировать жару обязательно смотрите как румянится хорошо в процессе приготовления рыбку можно поливать водичкой с лимоном с кисленькой красным или белым вином сбрызгивать от пересыхания аппетитные кусочки рыбы просто истекают соком еще три минутки и идем пробовать вкусно выглядит очень вкусно шашлык из толстолобика готов время дегустировать снимем аппетитный кусочек посмотрите какой нежный сочный пахнет дымком как вкусно друзья этот маринад понравится многим ведь в нем соединилась и вкус и красота и необычность ингредиентов в него входящих получается очень замечательно и вкусно рекомендую попробовать всего вам доброго до встречи на канале